Всем привет! Сегодня на обзоре у нас волшебное дерево. Здесь 9 замечательных домиков и 9 замечательных жителей. Эта игра рассчитана на изучение счета и повторения, изучение диких и домашних животных, кто что ест и кто где живет. В конце я покажу вам, как с помощью этой игры добавить еще изучение и отработку предлогов. Итак, кто же живет в нашем первом домике? Этот житель любит водичку. Смотрим, это лягушка. Посмотрите, какая замечательная здесь ванночка с удочками. Ми-ми-ми. Так, второй наш житель любит сено и яблоки. И колосочки. Ну, конечно же, это корова. Смотрите, какой здесь красивейший веночек. Портрет, наверное, это ее любимый муж. Так. В третьем домике у нас очень много мухоморов. Да, да, это замечательный ежик. Прелесть. И его замечательная кухня. Ми-ми-ми-ми-ми. Как тут все красиво, детально прорисовано. Четвертый наш житель любит ночь. Сова. Здесь у нас спит сова. Не будем ее отвихать. Пусть спит. Мяу. Молоко. Рыбка. Конечно, конечно же, это кися. Смотрите, она грязными лавками попала на красивое кресло. В шестом домике у нас растет малина, улей. Ну, конечно, здесь живет медвежонок. Наверное, он сейчас пойдет собирать малину в этом лукушке. В седьмом домике у нас живет зайка. Зайка любит морковку и ходить в гости. В восьмом домике живет белочка. Она кушает орешки. Ну, а здесь, конечно же, в этом красивенном сырном домике живет милый, милый, мимишный мышонок. У него даже обои сырные. Смотрите, когда вы проговорили, повторили животных, кто что ест, кто где живет. Кстати, видите, каждый домик, он фигурный. То есть, ты сюда уже не подставишь. Только сюда. Но животных можно менять. Они любят ходить друг к другу в гости. Вот. Здесь они все взаимозаменяемы. Как я вам и говорила, в этой игре можно добавить предлоги. Что мы делаем? Мы берем, например, мышонка. Говорим, посади белочку над мышонком. Опа. Лягушку справа от белочки. Мишку от лягушку. И в таком темпе продолжаем. Очень интересно будет посмотреть ваши обзоры, советы, что добавить, как улучшить. Очень ждем ваши лайки и комментарии. Спасибо, что смотрите нас.